В Ярославле будут судить свидетеля по делу о пытках в колонии. В Ярославле будут судить свидетеля по делу о пытках в колонии 17 часов 14 минут. Знак авторского права РИА Новости, Максим Богодвид, молоток судьи. Знак авторского права РИА Новости, Максим Богодвид, молоток судьи. Архивное фото Ярославли, 9 января РИА Новости. Мировой суд Некрасовского района Ярославской области 21 января рассмотрит вопрос о наказании бывшему осужденному Руслану Вахапову, который является свидетелем по делу о пытках в местной колонии за нарушение правил административного надзора, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сорбунова. Руслан Вахапов летом 2017 года освободился из колонии номер один в Ярославле. Позже, по данным фонда общественный вердикт, он стал свидетелем по резонансному делу о пытках в этой колонии, когда сотрудники уфсен жестоко избили осужденного Евгения Макарова. Вахапов рассказывал журналистам, что стал невольным свидетелем конфликта Макарова с сотрудниками колонии, который перерос в избиение осужденного. Слова Вахапова подтверждала адвокат фонда общественный вердикт Ирина Бирюкова. Кроме того, Вахапов несколько раз официально представлял интересы Макарова в суде. 19 декабря 2018 года, 18 часов 26 минут суд оставил под арестом всех обвиняемых в пытках в Ярославской колонии пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сорбунова рассказала РИА Новости, что в среду мировой суд Некрасовского района рассматривал протокол о нарушении Вахаповым правил установленного за ним административного надзора. По ее словам, нарушение заключается в том, что Вахапов не проживает по назначенному ему судому адресу. Сегодня мировой судья начал рассмотрение протокола о нарушении, однако Вахапов заявил ходатайство в связи с тем, что в суде не было его адвоката. Суд перенесли на 21 января на 15,00 МСК в связи с тем, что ему Вахапову РЭД. Необходим адвокат, а адвокат находится за пределами области, отметила собеседница. Адвокат Ирина Бирюкова, которая в суде представляет интересы Вахапова, подтвердила РИА Новости, что находится сейчас не в Ярославской области. Она пояснила, что ее подзащитный не может жить по назначенному судому адресу. Дом принадлежит его теща, с которой у него не очень хорошее отношение. Он там не прописан, у него нет доли собственности, он снимает квартиру в Ярославле с женой и детьми. Он сообщил этот адрес своему инспектору и ежедневно отправляет смс о том, где он находится. И он еженедельно приезжает отмечаться к инспектору, как положено по закону, то есть не нарушает установленные порядки, рассказала Бирюкова. 14 декабря 2018 года, 13 часов 52 минуты Москалькова рассказала о жалобах на насилие со стороны сотрудников ФСИН. Она пояснила, что судебное заседание в среду было назначено неожиданно Вахапову вручили повестку только утром, и она не смогла успеть приехать в суд из другой области. По ее словам, она будет защищать Вахапова в суде 21 января. Бирюкова отметила также, что она обжалует сам факт установления за Вахаповым административного надзора, и в скором времени, по ее словам, суд должен рассмотреть апелляцию. По ее словам, если суд признает, что Вахапов сменил адрес незаконно, ему грозит до 15 суток административного ареста. В июле новая газета опубликовала представленное фондом общественный вердикт видео с избиением осужденного Евгения Макарова. По ее информации, инцидент произошел в июне 2017 года в исправительной колонии номер один в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях. В конце августа новая газета на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии номер один. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Видео также как и запись с избиением Макарова, распространил фонд «Общественный вердикт». Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии номер 8. Оба уголовных дела объединены в одно производство, в рамках следствия были арестованы 15 сотрудников УФСИН, Макаров является потерпевшим по делу, также в судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего Николаев. Позже адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии Тарновский и Гукосян. 2 августа 2018 года, 13 часов 59 минут в ИСК назвали причину избиения осужденного в Ярославле.